Привет, ребята! Добро пожаловать на первый урок нашего онлайн-курса «Школа креативных индустрий» от Агентства Международного Сотрудничества Челябинской области. И его тема «Что же такое креативные индустрии?» Я Ира, а это Дима. И нам поможет разобраться в креативных индустриях человек, между прочим, заместитель директора Агентства Международного Сотрудничества по развитию креативных индустрий. И, как говорит сам этот человек, цитата прямая, эксперт, который уже год пытается разобраться, что такое креативные индустрии. И у меня ощущение, что у нас сегодня это получится. Потому что с нами Ирина Черкова. Приветствую! Здравствуйте! Ууу! И нам осталось только взяться за руки и тебе загадать желание. Я знаю, какое это будет желание, чтобы все-таки у нас сегодня это получилось за наш один урок. Ура! Погнали сразу к интересному. Что такое креативные индустрии? Ирина, расскажите нам, пожалуйста. Давайте начну сначала с сложными терминами креативной индустрии. Это капитализация человеческого интеллекта. Понятно, о чем говорю? Нет. Денежку. Нет. Про денежку. Деньги, про деньги. Молодец, Ира, да. Сейчас поясню на конкретных примерах, на ваших сферах деятельности. Ну и вообще, когда меня спрашивают про креативную индустрию, я очень часто привожу такой пример. Есть художник, а есть дизайнер-художник. Вот художник руководствуется музой, вдохновением, пошел дождь, написал пейзаж. Он не думает, куда эта картина, например, может пойти дальше, сколько это может стоить. И как это монетизировать, да? Она впишется, да. То есть он вот именно чистыми такими какими-то вибрациями души руководствуется. Морсками. Да, а дизайнер-художник, он уже четко понимает, в какой интерьер впишется, за сколько денежек это можно продать, какая целевая аудитория у этого, либо это там семейный портрет, либо это на коне владелец бизнеса, например, да? То есть он уже похож на бизнесмена такого. Он похож на бизнесмена, и он уже является бизнесменом и предпринимателем. Он понимает, как за свой творческий труд, за свою интеллектуальную собственность в том числе, денежки эти получить. И когда мы говорим о креативных индустриях, прежде всего здесь имеется в виду предпринимательство. Да, оно связано вплотную с творчеством, с разными творческими специальностями и профессиями. И у нас в России очень долгое время креативные индустрии были больше в сфере культуры, потому что это все-таки была творческая составляющая. Но с недавних пор, примерно с 21 года, и в стране, и у нас в регионе это начинает относиться все-таки к деятельности предпринимательства и агентства международного сотрудничества, которые представляют департамент креативных индустрий. Это подвет Минэкономразвития для того, чтобы все эти творческие составляющие как раз переводить в бизнес. Я уже захотел у них работать. А я вот захотела все-таки уточнить, к креативной индустрии я отношусь или нет. Я начинающий дизайнер, и у меня вот есть вопрос. Все-таки это что-то креативное, неосязаемое, такое воздушное, или это все-таки просто техническая работа, выкройка, пошив и все. Ну вот смотри, если говорить именно о твоей деятельности, то пока ты шьешь для себя и для своих подружек и не продаешь этого, то это все-таки больше про творчество. А как только ты начинаешь разрабатывать модели, разрабатывать капсулы у коллекции, чего тебе желаю, продавать их, разрабатывать упаковку этого товара, продумывать маркетинговые стратегии и, собственно, зарабатывать на этом и строить бизнес дальше, тогда это уже превращается в креативные индустрии, именно не просто в творческий элемент. Что-то на модном. Что-то на модном, давай на твоем примере расскажу. Ты, наверное, тоже начинал со съемок роликов для своих соцсетей, не знаю, может, показывал. Для себя, да, для себя самого. Друзьям, да, где-то там семье. Я правильно же понимаю, что у тебя сейчас уже идут коммерческие заказы, и ты работаешь. Да, да, абсолютно верно. Стояла задача просто монетизировать свой навык. Ну, соответственно, ты в этом развиваешься, ты уже дальше придумаешь визуал для своего контента, прописываешь сценарии, может быть, не знаю, уже там в коллаборациях с кем-то нанимаешь сотрудников. А вот это уже перерастает тогда. Я не могу нанимать сотрудников, я самозанятый. Ну, в общем, тогда ты уже в любом случае, когда появляется вот этот экономический эффект, и ты дальше рассчитываешь бизнес для того, чтобы всю свою деятельность монетизировать, а не просто радовать родственников или друзей своими видосиками, то это переводится в сферу креативных индустрий. Отлично, мы начали более конкретно говорить. Тогда вопрос очень прямой. Что конкретно относится вот к креативным индустриям? Вот по пунктикам разложите нам, пожалуйста. На самом деле классификации достаточно много. Там есть от 14 до 20 уже направлений креативных индустрий, но их можно в целом разделить на 4 большие группы. Первая связана с таким историко-культурным наследием. Это народно-художественные промыслы. Если говорить про регион, то это может быть Каслинское литье у нас, например, Златоустовское украшенное оружие, Айлиндская роспись. Это вот все, что касается музейной деятельности и народно-художественных промыслов. Вторая большая тема, она связана с искусством. Это то, что существовало давно. Это театр, живопись, кино, анимация. Сюда может относиться музыка. В том числе третья, более такая современная группа, она связана с новыми медиа и с цифровым контентом, с производством этого цифрового контента. Это, собственно, напрямую относится к тебе, Дима, потому что здесь все от геймдева, разработки программного обеспечения, а также видеопродукция, анимация, разработка контента. Это вот все относится к третьей большой группе. И четвертая... Удивительно, я уже... По-моему, вы перечислили все, мне интересно... Есть еще прикладные. Четвертое направление связано с прикладными такими видами деятельности. Это, например, архитектура, урбанистика. Это все виды дизайна. Для нашей области актуальны не просто дизайн, связанный с мода, например, да, но и промышленный дизайн. Гастрономическая культура тоже, разработка вот этих всех сетов, уральская кухня, например. Это тоже креативная индустрия. Главное, нас назвали, видишь? Мои опасения тебя назвали. И главное, про кухню сказали. Это, ну... Ну, про покушать, это святое, конечно. Когда вкусно, тогда вкусно. Да-да-да, устами знаменитого шефа. Как обстоят дела в креативных индустриях с поддержкой? Не только моральной. Не только моральной. Ну, ни для кого не секрет, что креативные индустрии, понятно, что они существовали и до этого, если мы говорим особенно об искусстве, творческих всех моментах. Но, как я уже сказала, что не так давно все вот эти творческие интеллектуальные продукты начали переводиться в отрасли экономики. Соответственно, в 21-м году только появилась концепция на федеральном уровне, концепция развития креативных индустрий до 30-го года. Но, как уже показало время с 21-го года, что не хватает законотворческих различных инициатив для того, чтобы эту деятельность регламентировать. Регламентировать не для того, чтобы зажать бизнес, а для того, чтобы этому бизнесу помочь развиваться. И, соответственно, была возможность различных налоговых льгот, например, преференций, субсидий, грантовой поддержки. Вот для этого нужно вот эти законотворческие моменты соблюсти. И в августе этого года, 2023-го, был оформлен перечень поручений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И, собственно, сейчас в Госдуме уже в первом чтении принят законопроект, посвященный развитию креативных индустрий. Он действительно регламентирует меры поддержки на региональном уровне. Он говорит, что такое креативный кластер, потому что есть задача по развитию таких творческих кластеров. Ну и, в принципе, урегулирует эту сферу и дает понятие, что такое креативная индустрия. Помимо этого, не так давно агентством стратегических инициатив выработан региональный регламент. Там есть конкретные 12 шагов, что должно случаться в регионе для того, чтобы креативным индустриям быть и развиваться. Но и еще скажу один момент. Была подводка к сегодняшней нашей встрече, к первой лекции, если ее можно так назвать, что буквально год назад, ровно год назад, в декабре прошлого года у нас на оригинальном уровне оформлен департамент креативных индустрий, который я и возглавляю, собственно. И год пытаюсь разобраться, что же это такое. И это связано тоже с тем, что нашему креативному бизнесу хочется помочь. Хочется помочь двигаться дальше. Понятно, что так или иначе существовали различные ассоциации, молодые предприниматели. Хочется это все оформить. У нас в ближайшее время запустится портал, посвященный креативным индустриям Челябинской области. Мы стараемся помогать информационно, административно, где-то организационно, и подключаемся. Взялись так. Взялись так, взялись к мероприятиям. Думаем о том, что круто было бы выводить наши творческие продукты на экспорт, например. И попробовали с модой, кстати, в этом году. Да, выезжали не так далеко в Казахстан, но тем не менее, это был первый опыт, когда наши коллекции, наших челябинских дизайнеров адаптировали под казахских модниц для того, чтобы им экспортировать туда продукцию. Ну вот, кстати, про наш регион, как раз таки, раз мы заговорили про... Мы живем с вами в Челябинской области. Какие возможности есть для развития вот именно этих креативных индустрий? Вот вы начали хорошо говорить про то, что мы выезжали. Вы выезжали. Я уже причисляю себя. Отлично, отлично. Мы любим. На следующий выезд, верите. Какие еще есть? Вот тут хочется, да. Площадки, может быть какие-то, можно фестивали, может какую-то грантовую поддержку получить. Да, это очень полезная информация. Все, что можно от вас взять. Я потому что уже горю, горыш как огонь. На самом деле, Челябинская область пока немного недооцененный регион в плане развития креативных индустрий, но мы скоро эту ситуацию поправим, потому что у нас есть для этого все возможности. Во-первых, кадры. У нас есть потрясающие образовательные и высшие учебные заведения, и средне-специальные сейчас расскажу, при том, что это один из шести всего пилотов в стране. И наши образовательные учреждения, они идут в ногу со временем. Например, в этом году Международный институт дизайна и сервиса, они с этого сентября открыли специальность по промышленному дизайну. Промышленный дизайн – это та тема, в которой мы пока не лидируем, хотя странно, потому что промышленный регион, больше 9 тысяч предприятий промышленных, которым нужна упаковка от бульдозеров до конфет. Различная. Это интерфейс пользователя, и красота, и удобство, и все остальное. Соответственно, нужны дизайнеры. А у нас большинство предприятий действуют по старинке. Отдали инженеру, вот он как смог сделать бульдозер, так и сделал. И самое главное, что появляется запрос. Появляется запрос у предприятий, появляются кадры и дизайнеры у наших образовательных учреждений. Вот здесь наша задача, как органа, ну не исполнительной власти, но около того, помочь эту связку соорудить, помочь ее укрепить. И вообще мы понимаем, что действительно креативная индустрия существует и существовали без нас. Чем больше мы общаемся с нашими креативными предпринимателями, тем больше понимаем, что часто не хватает кого-то с кем-то свести. То есть один делает прекрасную коллекцию, второй мог бы и подснять... Да, или вы уже сразу думаете, блин, как бы было круто. В блоге там или где-то, или на сайте, и не хватает вот этого взаимного опыления. Соответственно, наша задача делать вот эту сборку и различные коллаборации наши. Нетворкинг какой-то? Да, да, это может быть. То есть упрощать задачу людям, коммуницировать, чтобы они производили больше контента, больше модного, интересного, настоящего. И продвигали свой бизнес. То есть мы говорим... И Челябинску область. И Челябинску область. Молодец, приходи к нам. У нас есть там пара ставочек. Для тебя есть субсидия. А у нас... Мы редко об этом говорим и, наверное, воспринимаем как должное, но, тем не менее, у нас 98% территории покрыто мобильной связью. Это круто. У нас там что-то больше 90% широкополосного интернета. Там есть такие страшные слова про домохозяйство. Но это на самом деле круто. И это тоже в современном мире конкурентное преимущество. Потому что там есть отдаленные территории. И то, что есть возможность где-то на удаленке работать. И айтишником, например. И разрабатывать игры. Где-то онлайн обучаться в то же время. Продвигать на маркетплейсах продукцию, например, информационных технологий. Это действительно конкурентное преимущество. У них в нейминге работают сильные люди. В стране нет справа у неравенства. Да, да, да. Всправляешься по айу такой и свою коллекцию выставляешь. Это, кстати, упрощая задачу. Действительно, они огромные, молодцы. 98%. Я об этом сегодня слышу впервые. И меня это радует. Кажется, как будто это так очевидно. Не зря встретились. Нет, мы просто живем действительно на Урале. И кажется, что это так очевидно, что везде есть интернет. Что так было всегда. И так есть у всех. Действительно, да. У нас, во-первых, есть разные направления. Есть базы технологические, в том числе, в регионе. Уже, мне кажется, в 15-й раз я сегодня говорю, что креативные индустрии существовали. И меры поддержки существовали. У нас будут в следующих выпусках представители центра «Мой бизнес», которые расскажут о тех льготах, о помощи, которые они могут оказать. Потому что, действительно, креативные индустрии – это чаще всего малое и среднее предпринимательство. Или там совсем физические лица могут быть. И здесь, действительно, могут быть интересны те льготы, которые предоставляет государство, регион. Ира может обратиться для того, чтобы вывести первую коллекцию на «Озон» или на «Маркетплейс». Полезно. Или, кстати, сделать первую фотосессию своих товаров. Это тоже, возможно, через центр «Мой бизнес». Там прекрасно проконсультируют и помогут. Тебе можно обратиться за одностраничным сайтом, например, для того, чтобы свои услуги, свои видосики там выкладывать. И все это на действительно безвозмездное… Это все безвозмездная поддержка. И сейчас мы перечень этих мер стараемся расширить. Мы вот за год, с 22-го года встретились с разными группами креативных индустрий Челябинской области и с видео-кино-продакшеном, например, и понимаем, какие меры поддержки нужны им, модным дизайнерам нашим. Ну, то есть, помимо того, что мы можем помочь организационно, ну, тоже пример приведу. Есть мероприятие «Fashion Day», будет интересно, которое делает суперспециалист Анна Глазкова, но мы в рамках него сделали этой осенью такой конкурс «Модный старт», где 10 дизайнерам сделали, во-первых, коллективный красивый стенд. Они смогли на безвозмездной основе выставиться со своей продукции, не платить арендную плату. Мы их продвигали информационно. Порадовало, что в этом конкурсе больше 30 модных дизайнеров, молодых, изначально приняли участие, но вот 10 мы отобрали по различным там категориям, чтобы были капсульные коллекции, а не просто худи. Это тоже, кстати, безразумевно. Уголоски ковидных времен. Ира, ты все, она идет в следующий раз, она в первых рядах. Think about it. Я уже все запомнила. С капсульной коллекции в следующий раз придет, и мы обязательно выставим тебя и в Казахстан, потом еще отправим. Вообще, насколько вот хватает специалистов на нашей челябинской земле? Вообще, когда мы начали работу, я же говорю, что год пытаемся с моим коллективом разобраться, что же такое креативная индустрия, мы начали, конечно, с большого такого комплексного исследования состояния креативных, индустрия. Цифры нас удивили, некоторые, ну так, серьезно. У нас больше 9 тысяч креативных предпринимателей, это практически каждая 14-я компания в регионе, так или иначе, связана с креативными индустриями. И суммарно, ну вот за год их оборотом Да, больше 47 миллиардов. Но при этом с каждым годом их становится все больше и больше. При этом, да, с каждым годом их становится все больше и больше. Нам было интересно посмотреть для Челябинской области, что может быть приоритетным, и мы выбрали для себя. Да, конечно, мы не отказываем никаким направлениям, и никогда не знаем, что может быть выстрелить, потому что там разработка детских игрушек, это тоже креативная индустрия. У нас пока с этим не очень, как показывает наше исследование, но, может быть, там, Ира сегодня пойдет домой, решит, что дону эту моду буду делать детские игрушки. Какие направления более перспективны, какие направления более перспективны для Челябинской области? Да, в том числе. Куда идти? Вот Ира действительно пришла, передумала делать моды. Переобуться, знаете, это дело такое. Вопрос переобуться куда? Ире не советую переобуваться, потому что мода в приоритетных направлениях. Для наших предпринимателей. Да, у нас остается. Пять для себя мы выбрали направления. Первое, это все-таки мода. Ты остаешься. И несмотря на то, что не такой большой, там, вот, есть разные экономические показатели, несмотря на то, что по вкладу в РП мода не так много дает регион, тем не менее, была сегодня мысль у нас про остаться здесь на месте, потому что, ну, да, наверное, там хотелось уехать в большие города, может быть, другие страны. Но тем не менее, и нынешняя ситуация, и в принципе, развитие креативных индустрий позволяет и делает так, чтобы людям, молодым, талантливым, хотелось оставаться в регионе, потому что это все взаимосвязанные сферы, там, от моды до урбанистики, которая говорит про городские пространства, общественные пространства. Вы выделили пять. Мода. Мода первая, да. Второе, IT. Во-первых, мне кажется, что сейчас достаточно странно практически всем регионам не выделять IT, потому что... Я думал, она вообще на первом месте будет. Не развивать. Но я просто девушке уступила. Она заслужила. Ну, их же тоже нужно одевать, айтишников. Они же тоже наверняка разные красивые, да? Про IT, если мы говорим, у нас в области, во-первых, больше пяти тысяч компаний, которые занимаются всем, от разработки программного обеспечения до геймдева. И есть уникальные разработки. Например, есть компания Evalab, которая сделала на основе искусственного интеллекта на ранней стадии обнаружения рака кишечника. Круто! Ну, то есть там владелица этого бизнеса, она попала в Forbes 30 до 30. У меня мурашки по телу пошли. Да. Она здесь? Она здесь, она наша. И это крутые разработки. Есть, например, компания Инновации детям, которая разрабатывает от различных песочных... Интерактивные игрушки для... Да, интерактивные песочницы, но у них есть и такие темы, связанные со здоровьем. У них есть зеркала, которые позволяют работать педагогам и логопедам с детьми. Это очень круто. Ну, то есть, я вам уж не говорю о том, что кто-то у нас из айтишников разрабатывает графику для различных там фильмов российских. Поэтому айти, да, нужно разрабатывать. Но у нас есть оригинальное представительство Сколково, во-первых. Оно базируется... У нас есть айтипарк, который такой бизнес-инкубатор для стартапов в сфере айти. И это тоже определенные меры поддержки. Это вот те такие коллаборационные моменты, которые позволяют молодым предпринимателям друг с другом общаться, разрабатывать совместные продукты в том числе. С айти разобрались, да? Так, это две темы. Что еще? Третья тема. Промышленный дизайн. Это то, о чем я уже упоминала. Мы здесь пока не передовики, но есть все возможности для этого. Есть куча предприятий, больше 9 тысяч промышленных предприятий. Есть запрос, есть кадры, которые готовят. Осталось вот эту связку организовать. Но у нас, во-первых, работает в городе вице-президент Союза дизайнеров России. И вот на этой основе проходят различные мероприятия фабрика дизайна. Буквально там в ближайшее время будет награждение тоже и наших дизайнеров, которые поучаствовали в разработке упаковки, назовем это так, для различных вещей. Если мы говорим про промышленный дизайн, это не только... Ну, то есть вот у нас мы там часто приводим пример УралАс. Есть автомобиль Урал. Урал, да, в Миасе, который автомобильный завод находится. Арктический автобус там недавно разработан. Этому всему тоже нужно было придать дизайн. Но помимо этого к элементам промышленного дизайна могут относиться все от посуды до обертки для конфет. Но это все равно нужно уметь делать красиво. Это все равно нужно уметь делать и нужно знать современные тенденции, потому что в первую очередь это не только там про красоту, это про удобство пользователя. То есть мы с мода, IT... Так, 4... У нас еще 2... направления осталось перспективное. Архитектура, урбанистика. Здесь тоже у нас есть определенные подвижки, назовем так, у региона в целом. У нас есть прекрасное архитектурное бюро, которое разрабатывают сейчас современные город в городе, типа там Эльтауна, когда их разработки, их конструкторские решения побеждают на всероссийских международных конкурсах. Вот. Ну и еще одно направление. Пятое, да? Да, пятое направление, близкое тебе. кино-видео-продакшн. Интересно. стрельнуть вперед прям так максимально, потому что у нас создается качественный кино-видеоконтент. Те компании, которые работают, услугами которых мы пользуемся, конечно же, во-первых, снимают для там разных компаний от Челябинского тракторного завода, например, до хоккейного клуба «Трактор», и делают это очень круто. И что хочется отметить мне, контент крутой, но при этом, если сравнивать с московскими ценами, то мы можем поконкурировать в приятную сторону. Поэтому, конечно, хочется выходить на рынки за пределы Челябинской области, и когда мы с ребятами, представляющими видео, производство, как раз, кинопроизводство общаемся, то вот нашей задачей мы себе ставим как раз продвижение тоже за пределы Челябинской области, потому что мы можем стать столицей киновидеоиндустрии, и глаза у ребят, которые работают в этих сферах, горят, и они всегда блещут идеями, предлагают различные тоже меры поддержки в том числе. Мы много услышали про поддержку, но, по сути, и этот курс из шести уроков это тоже своеобразная поддержка предпринимателей и креативных индустрий, и это инициатива агентства международного сотрудничества. Нашей любимой области. А как пришла идея, Дмитрий, сейчас узнаем, собственно, поддержать предпринимателей, что их ждет на курсе? Общаясь с разными представителями нашего креативного бизнеса, понимаю, что так или иначе некоторые вопросы, здесь хочется совета, здесь хочется поддержки, здесь чего-то там знал, но забыл, да, плохо, когда не знал и забыл, тем более. на самом деле многое делается и так, просто нашим креативным предпринимателям нужно об этом рассказывать, для того, чтобы они все больше этим пользовались и для того, чтобы бизнес действительно развивался. Соответственно, так возникла идея этого, онлайн-курсы нашей школы креативных индустрий, здесь будут, это такая, первый, пока назовем, первое приближение, первый блок, первая четверть, наверное, вот так, если школьными понятиями, категориями говорить, в принципе, про наш рынок креативных индустрий, про основные моменты, связанные с открытием бизнеса, ИП, ООО, какую форму выбрать, какие там подводные камни, в каждой этой форме есть, про авторские права, что же такое, как их защитить, свою интеллектуальную собственность, про те меры поддержки, которые предоставляет центр «Мой бизнес», потому что они уже себя оправдали и зарекомендовали, и это действует, об этом просто нужно знать, потому что, когда мы действительно с предпринимателями разговариваем, казалось бы, что вот им этого простого шага, этой простой связки и не хватает. Ну и вообще, если там тоже к теме сегодняшнего нашего урока возвращаться, хотелось сделать эту сборку по региону, и онлайн-школа это не первый продукт, то есть у нас линейка таких образовательных продуктов сейчас на базе агентства международного сотрудничества запущена, во-первых, у нас вскоре стартует портал, посвященный креативным индустриям Челябинска области, у нас вот там вот есть даже то, как будет выглядеть пир-стиль в ближайшем анонс. В конце декабря этот портал будет запущен, и это тоже хорошая возможность заявить о себе, во-первых, предпринимателям, там будут и различные мероприятия, и меры поддержки, и наш креативный бизнес по различным направлениям, для того, чтобы предпринимателям вот это вот взаимное опыление, как говорят, в креативной среде обеспечивать. И не так давно у нас стартовал и успешно запущен такая серия подкастов, тоже прикольно, очень нам нравится этот проект. Штаб-квартира Креатива, где уже успешные креативные предприниматели рассказали о своем опыте, при том, опыт абсолютно разный, там тоже от модных дизайнеров у нас до, например, авторской театральной студии. Интересно послушать, кто как с чем сталкивался, и видеопродакшн. Да, мы вам расскажем обязательно потом, вы когда нас позовете. Иногда очень страшно сделать первый шаг, у тебя вроде бы есть идеи, тебе кажется, может быть, что ты один, вот для того, чтобы развенчать эти мифы, чтобы показать, что нет, ты не один, что, во-первых, этот шаг сделать не страшно, и мы можем протянуть руку, сделать этот шаг вместе, а дальше ты уже пойдешь самостоятельно в большое плавание. Вот для этого такие проекты сейчас и созданы, чтобы немножечко оформить сферу креативных индустрий в Челябинской области. Это прекрасно, забота, просто ее нужно ценить. Я очень рад, что наша область об этом задумывается, и что меры поддержки становятся больше и больше. Чувствую, что ты не один, правда? Да, мы не одни ребята, нам помогают смотреть, сколько для нас с вами делают. Уже мы есть в соцсетях креативной индустрии Челябинской области, все так и называется, и ВКонтакте, и в Телеграме есть канал, где мы, во-первых, рассказываем о наших креативных предпринимателях, уже говорила там о том, что, например, о тех 10 модных дизайнерах, которые у нас поучаствовали в конкурсе «Модный старт», мы рассказали. Мы для этого привлекаем средства массовой информации, которые также пиарят предпринимателей. Зачастую на это не остается денег, пока ты там разберешься с бизнесом. Поэтому этим нужно пользоваться, нужно приходить к нам в агентство международного сотрудничества. Мы очень любим таких молодых, талантливых, и по мере возможности готовы поддержать. Мне кажется, наш первый, так сказать, вводный урок онлайн-курса подходит к концу. Я не побоюсь сказать, что, мне кажется, мы точно разобрались теперь, раз и навсегда, что такое креативная индустрия, в особенности в Челябинской области, что их становится больше, и это не может не радовать. Мы хотим, чтобы зрителей было больше. Привлекайте сюда своих коллег, смотрите вместе эти онлайн-курсы. Мне кажется, дальше у нас будет еще много уроков, еще больше полезной информации. Просто погружайтесь в эту информацию, пользуйтесь этими благами. Вместе с нашим курсом все будет максимально плодотворно, вы станете еще сильнее, умнее, круче, как предприниматели. Это был вводный урок, что же такое креативная индустрия, а следующий урок у нас будет с замечательной темой. Есть идея, ну а как ее воплотить, и с чего начать свой бизнес. Мы благодарим Ирину за столь развернутый ответ, прекрасный комментарий. Ирина, нет вопросов, есть только пожелания дальше развивать и делать наш регион еще сильнее. Спасибо, будем. Не останавливайтесь, пожалуйста. Ребят, встречаемся во втором уроке, вот сразу после. Поехали. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok